а треть скрывать скрыть ну слушайте, тут кто-то говорит, что что-то я делаю бесплатно, я ничего не делаю бесплатно и будем так говорить, что вы зря так говорите слушайте, я сегодня сделала вот эти вот липолитик я наконец-то просто доехала до косметолога у меня просто я решила сделать выходной потому что ну как бы уже пора, пора, пора сделала липолитик сюда потому что я жру много, а вот здесь все жирнеет я сделала сюда липолитик, сюда липолитик сюда по одной ампулы трил ампулы лайт фита поставила профайла в шею сделала бодекс в общем-то, ну это первая часть моих процедур этот лайт фит он неплохой, кстати ой, да нос я еще переделывать буду сто процентов я хочу его чуть-чуть уменьшить слушайте, не выхожу в эфир потому что занимаюсь работой занимаюсь клиентами у меня очень много клиентов на магию я их чищу у меня все время я с утра до ночи с клиентами мне, блин, даже некогда укладку сделать я вот голову помою чуть-чуть протяну и сразу в хвост завязываю волосы а что со звуком плохой звук где мотивацию беру а что я беру я денег беру и мотивацию по жизни слушайте, я не знаю прощать измену или нет но в принципе вообще кто не знает не следит за своим мужиком тому проще вообще люди, которые пытаются найти измену увлечить в измене боятся, что им изменят они обязательно ну как сказать всегда это случится когда ну вот вам изменили тут надо делать шаг когда вы узнали либо уходить либо прощать понимаете когда вы простите измену значит вы лохушка понимаете в глазах мужика и он вам будет изменять постоянно но если человек изменил один раз он изменит будет изменять все время тут самое главное либо вы косите под дурочку и типа вы ничего не понимаете ну как бы живете долго и счастливо ну и не доебываясь до мужика либо просто разворачиваетесь и уходите ой чувство влюбленности в мужчины я не знаю но самое главное у меня чувство желания хотения мужчины как мужчины знаете как сексуального объекта влюбленность это такой момент это такое для меня любовь это воссоединение вот там души чувствовать любить человека мне страшно чувствовать другого человека ты уже знаешь какой-то неполноценный так ты только себя чувствуешь а то ты его еще его чувствуешь слушайте в шею не больно смотрите если делать очень немного уколов в шею прям пиздец неприятно страшно а так не больно слушайте ну у меня дедушка мусульманин нахачовская кровь во мне блять играет мусульманская у меня на голове дохуя волос ну еще и на пизде было много волос и везде я просто избавилась с помощью лазера нет я вожу сейчас я возле кремля стою блять пиздец пробка страшная слушайте нет я бы так сколю никаких гусиных лапок под глазами особо я боюсь под глазами что-либо колоть у меня один раз мне было лет 25 у меня что-то мешки под глазами были я говорю своему косметологу говорю коли мне пожалуйста под глаза вот сюда филер это это не мед юмед был это мне там было 25 26 я в общем-то со своим любовником сижу в Монако блять в Депари блять я что-то я я пошла с утра блять пить кофе я даже в зеркало не посмотрелась попиздавала я снимаю очки он начинает ржать я говорю блять что ты ржешь надо мной он говорит ты блять как киргизка посмотри а у меня этот блять филер чтобы вы понимали у меня вот здесь вот такие валики блять колбасы были вот знаете колбаса под глазами это был просто пиздец это был страх страх господин был как убрать жир с рук блять липосакция вам в помощь жир с рук нет я не делала блефарапа блефарапластика верхний квек ну как мы с желудем общаться мы просто друг друга знаем там на инстаграме там ну и виделись на передачах ну у нас мы не так как с Тимой общаемся дружим мы просто знакомы слушайте в Сочи мы планируем в конце мая поехать у моей подружки день рождения я поеду какие блять ресницы народ у меня просто ресницы нету мне их надо поехать снять ой нет я ненавижу свой цвет волос он просто ужасен а кто мне блять должен был изменить меня вообще блять никто никогда не изменял потому что он бы сразу умер понимаете этого бы человека бы ни одна бабка бы блять не спасла ни один бы поп блять ни один не воскресил бы слушайте ну если есть показания косметологу почему не делать чтобы блять уродом ходить ждать когда 30 стукнет любовь у меня есть в моем сердце да у меня перманент бровей мне срана говорит давай сделаем новые брови я говорю срана отвали у меня проблема с перманентным макияжем пиздец страшная вот прям вот прям рассказываю я если делаю там перманент то он у меня какой вот у меня срана берет вот рыжий рыжий цвет перманента он у меня выходит серостью за счет у меня того что холодные глаза то серые то зеленые они блять у меня просто как будто меня где-то я в тюрьме сидела и мне били эти брови как пережить расставание ой у меня есть свечки астуда они охуенные 7 дней блять и ты новый человек слушайте новые видео вообще записаны на ютюбе я же сказала что я жду пока вы блять что тут уже случилось и тут стою такой пизде возле кремля просто можно с ума сойти как от целлюлита я не знаю я периодически хожу на аппаратные массажи избавляюсь от всего слушайте ну во первых я все делаю я например у меня девочки приходят мы там то замуж их выдаем то мужиков мы ищем я занимаюсь личной жизнью моих красавиц ой слушайте нет вот блять по поводу телефона мужика я всегда говорю мужчине и он мне говорит я ему говорю вот блять ты не прикасаешься к моему телефону и компьютеру я к твоему вот просто это блять табу это табу блять навеки я прям могу своему мужику сказать что я могу пойти гулять и кто-то меня будет угощать и он должен это нормально воспринимать как только он начнет пиздеть что я там блять проститутка субка блять пизда говно все мне уже не интересно с этим мужиком я понимаю что эти отношения обречены на какой-то провал я вообще не разрешаю чтобы трогали мой телефон и не лажу в других телефонах вот это просто табу и вообще даже не заглядываю ой пупсики мои любимые ничего не буду сохранять потому что долбоебы мне пишут я не всех могу забанить у меня есть рабочие страницы сейчас конечно будут майские плюс у меня там фотосессия у меня там бутик будет скоро мой профессиональный в общем я этим занимаюсь ой я детей пока не хочу слушайте нитки ставлю вот в шею следующим этапом буду нитки ставить просто если он не дорожит другим человеком конечно он пойдет и изменит если он дорожит человеком который рядом с ним он не будет изменять ой слушайте я много раз делала лазер я слушайте я любые виды порчи снимаю там и не только порчи порчи это для меня там раз плюнуть знаете как два пальца обоссать это легкая история а я делаю достаточно сложные моменты я работаю например там у человека там ну это моя сфера деятельности я подселенцев люблю вытаскивать прям с деньгами работаю людей с блоками с родовыми программами тяжелыми работаю ну родовые программы это самое тяжелое вот эти подселенцы и мертвяки вот мертвяков опять на кладбище отправлять вот это вот самое тяжелое порчи снимаете это не так уж сложно скажу конечно порча насмерть да тяжело снимается просто хуево себя очень чувствуешь но блин вот такое самое сложное это вот вот это история может быть слушайте нить аптес вот мой хирург который делал грудь он говорит это бесполезная история я в принципе аптесы не ставила ну я нити не знаю может я смаз сделаю лифтинг я просто жду когда думаю может мне смаз уже сделать хирургический ну вот этот как сказать лифт манекенщиц лифт слушайте ну как бы я открытый человек но это не обозначает то что я не могу переебать человека послать его нахуй вообще заблокировать кто ко мне плохо относится они все идут нахуй вот я прям вот это потреблятство какое-то ко мне подшкурный интерес я всегда когда это вижу в людях я просто с ними прощаюсь и все мне просто насрать я говорю всего хорошего и не за то что я там я добрая я открытая но когда пытаются там мной попользоваться я могу так переебать что человек охота вообще на всю жизнь уйдет по отношению не только ко мне но и к другим людям ой слушайте девочки я очень много всего делаю следите за мной да у меня очень изменилось лицо но это нос прежде всего зубы конечно же я работаю еще с лицом по контуру обязательно я стараюсь чтобы вот эти углы кости были видны да да блять я еще раньше такая была шальная императрица любила прибухнуть конечно я выглядела как говно сраное и очень многие женщины которые бухают они выглядят очень херово я вот как бросила пить вот так вот прям конкретно и еще сняла видео я конечно результаты увидела что как бы депрессия алкоголь там не делают человека красивым ой слушайте я периодически делаю лазерную эпиляцию 2-3 раза в год прохожу все равно где-то подмышки у меня вылазят там на киске вылазят волосин 20-30 всегда да у меня минус слушайте ну после того как я полностью это еще фильтр вы не забывайте девочки тут фильтр делает такие красивые пельмешки я колола где-то думаю я колола один нет два раза я сделала нос два или три раза я колола губы нос когда я сделала четыре года назад ну тут за это время ну как бы даже если осталось ну считай что у меня филер в губах стоит блядь долбоебы идите нахуй это ботокс с гусиной лапки слушайте я боюсь лазерной коллекции зрения в сочи на две ночи ну типа такого мы едем целой тусовкой у нас подружки день рождения а у мужики любят и задницу и талию и сиськи блять они все любят дежурная так так тебе так тебе его дежурная тёлка ты по жизни и знаешь мы не дежурные дежуришь ты видно у параши знаешь рассчитаешь что мы дежурные с кем-то мы приезжаем на те эфиры которые нам интересны и нас приглашают понимаете вот я люблю когда нищебродки и нищиёбки блять не знаю как сказать умеют рассуждать писать у них появился сраный андроид и они любят вот написать какую-то хуйню и сделать какие-то свои выводы андроид 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 слушайте ребят я сейчас уже еду 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 подождите секунду на сеанс ну там сложно попасть у меня попадают в основном постоянные мои клиенты сейчас вообще я буду мало чего подбирать по свечам потому что я сделаю программу все распечатаю все распишу ну будут конечно какие-то клиенты попадать ко мне но я все-таки буду заниматься жесткой ритуаликой потому что свечи это такие ну это такая история для как сказать для людей которые нихуя больше не могут в жизни будем так говорить которых там только свеч а я свечи сделаю там как бы на отправке у меня будет магазин там будут прям боксы боксы будут для мастеров специально у меня мастера берут в основном эти свечи для ритуалики в принципе я могу работать с мастерами потому что они как бы когда пробуют мои свечи им очень нравится люди конечно там хотят там за 2-3 тысячи рублей там чтобы привалил миллиард долларов упал на голову им подарили блять бентли люди не очень хорошо понимают как магия вообще работает на человека и поэтому мне кайфово работать с мастерами мне кайфово работать делать практики разные когда я вижу когда у человека там ты как человек у тебя как птица феникс такой хуякс блять и у него там такие пиздатые результаты машины квартиры блять еще что-то вот это да вот это ты блять охуенная телка ты охуенная личность ты что-то там ааа просто ну крутить свечки мне это нравится да но я получаю больше удовольствия когда я делаю именно для богатых людей что-то у них пизда пиздительнейшие результаты прям охуенные конечно я еще и ну конечно же я помогаю очень часто бесплатно бедным людям потому что ну как бы я делаю баланс потому что я не могу сказать что я прям всегда делаю по божьим законам и все остальное иногда конечно любовь блять безумно дорогой обуви берет власть но я все равно в балансе живу просто есть люди которые действительно там вот я там делаю там опять же тоже многим там на деньги на любовь а вот иногда люди приходят у них там здоровья нет то у них в жизни ничего хорошего не происходит таким хочется больше помочь чем которые действительно там замуж хотят деток хотят вот таким потому что ну в жизни что-то должно происходить хорошее все-таки ой слушайте за границу никогда не хотела переезжать жить у меня был такой один у меня просто одно время я устала от Москвы я думаю сейчас я соберу шмотки блять и съебусь с этой стороны я не знала куда я поеду но я бы придумала неважно куда бы я поехала у меня случился такой момент что у меня такая Москва такая знаешь это болото слышь куда блять лягушка ты собралась блять сидеть тут и ебанул коронавирус и я уже никуда не уехала понятное дело слушайте это у каждого индивидуально это смотрится по лазеру подбирается мастер должен хороший быть на лазерке не тот который блять водит и вам не больно вам пиздец должно быть больно потому что я помню ходила еще на Александритовый лазер ну там блин наверное лет 15 назад и у меня на пизде блять после него вообще представьте рыжие волосы выросли вообще было очень смешно мне было пиздец как больно я три раза сходила потом я не выдержала сейчас мне нравится диодный я прям фанатик диодного мне не очень больно но тоже больно должно быть больно девочки если блять не больно ну не ожоги прямо а когда именно луч проникает в волосину вот это вот должно быть ёб твою мать маршрутки заебали блять пидористические таксисты блять я так ненавижу таксистов я прям вообще их блять терпеть не могу вот пидора станет в раскорячку блять и не объехать его да я при рождении была такой но никогда этим не хотела заниматься я я я я я рожденная прирожденная у меня ничего не приобретенное мне не надо там 250 раз что-то читать заклинание охуяние что-то блять какую-то у меня сразу все получается слушайте ну смотря какой расклад таро да нет слушайте какой цвет глубоко в брови ну о чем вы говорите ну я что один раз сделала напыление мы же пробовали никто глубоко не делает если бы глубоко делали вот у меня сделали один раз глубоко где углы очень тяжело уходят слушайте если не любите парня растояй идите расставайтесь просто я не понимаю что вы от меня хотите но не любите не любите и расставайтесь другого любите ну делаю да кавитацию я много чего делаю всегда у меня вообще два домашних животных и два песика все писечки мои любимые я уже еду возле Кремля возле моего любимого места где бы я жила бы с удовольствием а сейчас там фсушники стоят перед мне дадут за то что я с телефоном будут меня ругать сильно но отпустят меня фсушники возле Кремля всегда отпускают классные пацаны здесь всегда стоят люблю целую вас буду почаще выходить блять что это у меня прямой эфир не заканчив